Этот неловкий момент, когда наступил уже второй месяц лета, а ты до сих пор, мягко говоря, не в форме. Но у тебя еще есть время плеснуть фигурой к концу лета. Что ж так тяжело-то, а? Это просто физетка. Кроссфит – это многофункциональное движение, которое выполняется с максимальной интенсивностью. То есть берется какой-то набор упражнений и выполняется за определенное количество времени максимально быстро, либо максимальное количество повторений. Кроссфит объединяет в себе три направления основных. Это тяжелая атлетика, легкая атлетика и гимнастика. Такой универсальный спорт, который берет в себе все самое лучшее от других направлений спорта, либо фитнеса. Будет самому тяжело начать. Это можно все взять из сетей, но не обладая определенным знанием, можно как бы… Навредить. Навредить, да. Сейчас замнем наши основные суставы, которые будут работать сегодня. Вообще, такая разминка должна быть всегда. Вообще, правильно приседать учиться в Кроссфите, вообще, правильно писать. Следующим образом. Десять раз. Я не считаю. Кроссфите, кто не считает, тот проигрывает. Бертон выполняется следующим образом. Сначала делаем приседания. Касаемся руками пола. Выбрасываем ноги назад. Опускаемся. Делаем отжимания. Подносим ноги вперед. Выпрямляемся. И делаем хлопок над головой. Махи, гири. Работают ноги. Они выбрасывают. То есть я руками вообще не поднимаю. Это была еще не тренировка. Это только разминка. Так, это у нас что? Это грибной тренажер. У нас будет три круга. Делаем пять махов гири. Десять. Берпи. Сто метров гребли. Тебе еще осталось. Тридцать метров. Нужно шесть. Сто. Семь. То, что мы сегодня с тобой сделали, это одна маленькая часть того, что можно делать в просвете. И заметь, самое важное, что мы не работали на какую-то определенную часть тела. Мы сразу прорабатывали все. Все мышцы. Хочешь такое же подтянутое тело, как у ребят, которые занимаются кроссфитом? Тогда красотки на ноги, гирю в руки и вперед. Удачи тебе в твоих начинаниях и смотри, не перестарайся. Jump in the pit.